Здравствуйте, дамы и господа! Это канал Максима Кравчинского, где мы с вами вспоминаем различные байки, легенды, факты, исторические анекдоты и забавные случаи, так или иначе связанные с русской культурой. Сегодня вас ждет новая встреча с прекрасной дамой, которой по праву называют музой бронзового века русской культуры. Известной фотомоделью, актрисой, поэтессой, бывшей женой Эдуарда Лимонова и главной героиней его романа «Это я, Эдичка», графиней Еленой Щаповой де Корли. Так же, как и первый выпуск программы с участием Елены Щаповой де Корли, эта история, которую вы видите сегодня, появилась на ютубе, потому что в начале мая я узнал о том, что аукционный дом «Эдиквариум» готовит уникальный аукцион, где будет представлена значительная часть архива Елены Щаповой де Корли. Там масса интересных вещей, зайдите, полюбопытствуйте, там и письма Эдуарда Лимонова, там масса автографов Шемятина, фотографии совершенно уникальные и редкие, книги и рисунки Вагрича Бахчаняна, масса других художников, там несколько портретов Елены де Корли, нарисованные ведущими современными художниками, ну и масса других интересных вещей, на которые просто любопытно даже взглянуть. И я приготовил такую нарезку из интервью, которую взял в Риме в январе 2020 года. Для тех, кто видел первый выпуск, понятно, почему в этом интервью есть небольшие огрехи видеозаписи. Для тех, кто не видел, я повторюсь, потому что, когда мы писали эту беседу с Еленой Сердевной, под её мощнейшее обаяние попал не только я, но и моя камера. И фокус, в общем, гулял, всячески стараясь концентрироваться на её лице, на предметах обстановки, интерьерах и так далее. Но звук там прекрасный, а самое главное, что истории, которые рассказывает Елена Щапова, они уникальны и интересны. И вот во втором выпуске вас ждёт ещё один небольшой фрагмент, где Елена Сердевна рассказывает о московской богеме 60-х, 80-х годов, о том, как она сама вошла и стала её частью. И о её встрече в Париже в 77-м году с Владимиром Высоцким. Слушайте, и эти истории обязательно будут иметь продолжение, потому что запись нашей беседы длилась более полутора часов. На этом всего доброго. Понравилось, подписывайтесь на канал. Не понравилось, критикуйте, ставьте лайки и предлагайте новые темы. До новых встреч. Пока. И 16 мая аукцион «Лилибрик бронзового века» из архива Елены Щаповой де Корли. Пока. В 17 лет вы знакомитесь с очень успешным художником Виктором Щаповым. Ну, очень кратко, обстоятельства знакомства. И на что была похожа жизнь советского высшего общества в то время? Ну, вы знаете, это была элитная, очень элитная жизнь и очень элитная светская жизнь, скажем так. Жизнь закрытая, и мало кто знал в то время об этой жизни. Ну, начнем уже с того, что у нас и был роскошный Мерседес. В то время его никого не было. Люди все собирались у нас дома. И всегда мы, как говорится, принимали дом с утра до вечера были люди. Потому что Витя работал, а люди просто сидели и ждали, и пили, и ели. И он не прекращал работать. И потом мы обязательно всегда когда-нибудь шли в дом кино или в дом журналистов. За что всегда платил он. Потому что он считался одним из самых богатых художников того времени. Он был иллюстратор. Вот он был иллюстратор, так же сделал плакаты. Поэтому он зарабатывал прекрасно. В этот круг входили так же Лёва Збарский. Вот здесь висит его портрет, который он когда-то нарисовал у меня в то время. Это был круг художников Збарский, Миссерер, Юра Красный. Это были, как говорится, все люди, которые советской элиты того времени. Но так же была и богема, с которой меня и познакомил Витя Щапов, которому принадлежал Сабгир, Холин. И они приходили так же в наш дом, и меня Збитя с ними познакомила. И я начала уже тогда писать стихи. И он меня познакомил с Хольным, с Сабгиром. Я прочитала свои стихи. И они, как говорится, дали добро. И сказали, что вот еще один прекрасный поэт пришел в наш мир. Это так родилась книжка «Цирк»? «Цирк», да, «Цирк» вот, кстати, лежит. Это книжка «Цирк», которая вышла каким-то невероятным тиражом. Я написала еще несколько детских книжек, но в то время уже мне надо было уезжать с Эдуардом. И, конечно, книги из печати все вынули, взяли из печати. Жаль, очень жаль. Книжка «Цирк», которую я написала, конечно, с Витей, Витя сделала иллюстрации. И была эта книжка, но я была совсем девчонкой. Так что это было довольно забавно, потому что, скажем, в одном мы жили тогда... Квартир мы меняли какое-то невероятное количество, мы все время переезжали. Потому что нас все время куда-то куда-нибудь выселяли из одной квартиры, потому что Витя снимал квартиры. И я помню, на один из домов, это было на... Там, где вот сейчас находится магазин Людмила, да? И там, где находится магазин Людмила, если вы помните, то балкон был общий, скажем. Он шел по всем квартирам вокруг. И я помню, как по ночам к нам залезали какие-то актеры и актрисы, в эти окна валивались. И однажды даже одна актриса просто застряла в окне, потому что она была очень толстая. И вот мы ее тянули и уже не знали, что делать. Тянули с одной стороны и с другой стороны. Это, кстати, актриса, которая снималась у Тарковского в Рублеве. Я не помню, очень красивая была актриса такая, разжевалася, прекрасная девушка. Ну, там был масса актеров с театра на Таганке, как естественно. У нас, как бы, были, были, были все. У нас приходил к нам и театр ромэн, по ночам мы сидели на кухне, все они пели, играли на гитарах. Это было здорово. А с Высоцким доводилось встречаться? С Высоцким, да. Я, конечно, с ним познакомилась, но уже познакомилась с ним в Париже у Шемякина. Как ни странно. И у Шемякина, да, мы с Володей, конечно, проводили какое-то время, но мало, потому что Марина была человеком довольно-таки ревнилой. Поэтому она Володе не отпускала надолго одного. Что запомнилось, каким он был человеком? Ой, Володя, я думаю, что он вообще какой-то был, не от мира сего, наверное, святой. Я думаю, что удивительно. Он был настолько светлый, настолько чистый, настолько искренний человек, что уже таких людей я, наверное, никогда не встречала, и не встречу, откровенно говоря. Потому что он был такой, как он был. Ему не надо было себя что-то устроить или притворяться, да. Потому что он настолько был на высоте, как говорится, своего духа, своей души, своего таланта. Чудесный. Володя был, конечно, не от мира сего человека. Мне очень жаль, что я с ним, как говорится, мало общалась. Но этого было достаточно, чтобы его понять. Я знала, конечно, его все песни, его стихи. Я его очень любила и люблю. Это был 77 или 79 год? Когда я встретилась с Володей, я думаю, наверное, это было... Я не хочу сейчас врать, наверное, 77. Потому что я тогда ездила в Париж довольно часто. И Миша выпускал свой Аполлон. Вот именно в это время, да, наверное, это был все-таки 77 год, я так думаю. Какой-то штрих, может быть. А Володя, ну какой штрих, я не знаю, сидели, естественно, выпивали, болтали, даже курили марихуану, скажем так. Он был открыт и готов ко всему. Ну, балагурили, смеялись много, потому что, ну, Мишка острил, как всегда. Володя его поддерживал. Все, что я тебе могу рассказать о Володе, мне говорят, правда, что... Никаких каких-то скандальных ситуаций, я не могу тебе ничего сказать, потому что этого не было. Поэтому выдумывать ничего не хочу. А вы не ходили вместе с Ворспутином Дмитриевичем? Нет, нет. Это все было в Шмятина Дома? Да, 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 да. С Володиной мы встречались все меньше.